добрый день вы смотрите открытую студию проект места города какие проблемы можно решить с помощью массажа обсудим сегодня с нами на связи массажист косметолог максим наделяев приветствую максим предлагаю развенчать самые частые мифы о массаже например корректировать осанку и исправлять деформацию позвоночника можно только у детей в релом возрасте в лучшем случае предотвратить ухудшение при этом улучшить ситуацию невозможно что думаете смотрите нарушение осанки получается здесь чем в основном вызвано что мышцы с одной стороны расслаблены то есть ослаблены а с другой стороны они перенапряжены и что при помощи массажа можно их выровнять просто детьми проще работать они мягче и они не закостеневшие поэтому с ними грубо говоря проще работать и еще какие осанка а также в основном хорошо вот мышцы мы проработали мы расслабили но нарушение осанки они больше вызваны как вот та же компьютерная шея или да они вызваны больше нашими привычками а у детей еще нету привычек таких поэтому с ними проще работать но если человек будет заниматься собой а не только ходить на массаж то как бы это все вполне реально нарушение осанки убрать а другой миф массаж это всего лишь поверхностное воздействие на тело а-ля поглаживания здесь я что могу вам сказать здесь все зависит только от уровня специалиста от его подхода то есть есть конечно люди которые просто гладят то есть возможно это начинающие там просто по коже погладят есть специалисты которые пытаются просто там давить сильного силовое воздействие вот то есть понимаете в организме все связано на фасциях то есть фасция это такая ткань которая связывает кости и мышцы единое целое внутренние органы и все на ней держится и если мы работаем именно с фасциями то мы можем проработать очень очень глубоко все начиная от мышц спины и кончая мышцами лица то есть моделирующий массаж можно смоделировать как фигуру так и лицо правда ли что массаж не нужен здоровым людям если ничего не болит нет смысла идти к массажисту ну вот только сейчас я как бы выпустил вид клиента 3d фирм здесь что могу сказать на западе где бизнес уже существует давно есть такая традиция один день в неделю посвящать именно себе посещать и посещению спа салонов сауны массажей это для чего нужно то есть человек перезаряжается он должен давать себе отдых иначе в течение недели он просто не сможет продуктивно работать то есть особенно это актуально для бизнесменов то есть или для руководящих должностей которые должны на которых лежит груз ответственности то есть такой хороший такой хороший модуль выгодно и нам было бы ввести чтобы люди раз в неделю ходили по салоне другое распространенное мнение что массаж это процедура которую делают люди среднего возраста и пожилого как на самом деле молодым массаж требуется вообще массаж как бы начиная например от трудного возраста он на разных возрастах при разном возрасте и выполняет разные функции например если мы работаем с родинцами мы им помогаем их развитию для молодых это нужно прежде всего ну расслабление потому что все равно первое еще мы говорим что прежде всего напряжение стресс есть у всех это так скажем у всех второе также лечебные мероприятия то есть чтобы где-то спину может у человека у любого приходить любом возрасте ну и третьих как бы те же косметические процедуры то есть человек то есть сейчас в моде идет естественное омоложение когда мы пытаемся добиться красоты не уколами а как бы при помощи вот именно сама массажей лица массажей и самомассажей лица ну то есть вполне актуально пожилым людям массаж также позволяет продлить молодость устранить вот именно вот эти боль суставные боли получить дополнительную энергию другое расхожее мнение что массаж нужно делать только там где болит например болит шея прорабатываем шею болит позвоночник прорабатываем эту зону а как на самом деле нет это конечно совсем не так вот например один из недавних случаев как бы человек женщина пришла на консультацию ей ставили вообще артрит ну во-первых сам диагноз был непонятен ставят артрит пальцы скрючены вот и не могут поставить диагноз и предлагает операцию вот по этому поводу есть конечно анекдот могу рассказать когда людям например как у тебя у тебя болит уши он пришел к врачу ему говорят надо уши отрезать он испугался и убежал да вот он испугался и убежал к другому врачу приходит он говорит был у хирурга он мне сказал надо это уши отрезать да и говорит этим штуком лишь бы летать на эти таблеточки ушами сами отвалятся и вот вроде бы это не был то на самом деле вот такая ситуация как бы она вполне реально то есть вот приходит человек на консультацию да и ставят артрит пальцы скрючены почему как бы им непонятно предлагает операцию по перерезанию самых мышечных волокон чтобы мышцы чтобы пальцы распрямились как бы я прямо вот на консультации тот же беру смотрю человека иду смотрю за напряжение где идет напряжение напряжение пошло здесь в результате оказался источник напряжения в пальце вообще в дискете то есть мы через пассы она получается как связка как канат если у нас здесь напряжено оно потянет все остальное то есть одну руку я проработал отсюда и до сюда а вторую руку я уже просто нажал где нужно несколько раз и все и как бы рука расслабилась и никаких операций не надо никаких таблеток никаких операций ну то есть это не никто но это реальность наша правда ли что хороший массаж это долгий массаж здесь идет все от цель массажа то есть я могу сделать например и минутный массаж но это как бы экстренных случаях вот но вообще конечно чем массаж более длительный то есть по времени мой моделиующий массаж занимает два часа то есть за это время я успеваю полностью проработать тело но какие-то острые боли и снять можно в течение 1-2 минут правда ли если после массажа ничего не болит сеанс прошел зря но опять это зависит больше от цели массажа если цель массажа больше релакс расслабление то как бы после него ничего не должно болеть как бы если же идет это например моделиующий массаж работающий с пасцами то он получается как тренировка во время массажа ничего не болит человек расслабляется все а на следующий день у него идет чувствительность те места которые мы прорабатывали он их чувствует а на второй день после массажа все это проходит и в принципе никаких таких болезненных ощущений не идет и поэтому мой массаж именно делается один раз в три дня то есть два дня дается на восстановление вы говорите о том что все проблемы человека идут от напряжения физического и психического какие именно проблемы с этим связаны как говорится есть такая поговорка что все болезни от нервов в китайской медицине считается что все болезни возникают от нарушения движения энергии нарушение происходит из-за пасциальных дрожимов то есть пасция это такая соединительная ткань которая покрывает те сосуды и нервы организаторы единое целое вот эта ткань она может сжиматься и сжимаясь она передавливает вот эти сосуды и нервы вот оттуда вот этих него социальные боли 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 неясного происхождения вот так что вот и так вот смотрите всего 5 основных причин которые выживают сжатие вот этих пасций основная причина это получается стресс то есть постоянное нервное напряжение психоэмоциональное напряжение состояние пасции и именно вот это является как бы основой всех болезней то есть постоянное нервное напряжение но вот приводит к зажиму пасции и пасции уже как бы где-то нервы где-то то есть зажимов пасции это длительная статическая нагрузка то есть вот например такая привычка как постоянный наклон головы вот при просмотре монитора или телефона он ведет к образованию холки то есть вот эта привычка когда человек постоянно наклонился и она ведет к постоянному статическому напряжению мышц шеи пасции шеи и человек то есть эти вещи уже может решить только при помощи массажа специального массажа третий как бы третий фактор как-то когда происходят специальные режимы это чрезмерная большая нагрузка то есть вот когда при участках бы модно ходить в тренажерки заниматься как бы с весами и так далее но грубо говоря грамотных трениров очень мало и очень часто приходится таких спортсменов лечить раскручивают их болячек ноги прежде всего страдают вот и много зажима происходит или именно вот этих нагрузок организм пытается защитить защитить часть он сжимается и как бы так и происходят зажимы четвертый фактор который способствует зажиму пассы это холод то есть такая вещь как сквозняки то есть например мы где-то открыли пусточку идет локальное охлаждение то есть очень часто сталкивается с тем что просто шеи как бы район шеи надута то есть например идет напряжение с одной стороны где-то у человека болит в основном как бы это надута то есть даже форточка в машине то есть когда едете даже летом происходит локальное охлаждение мышц шеи и с одной стороны у него все нормально а идет зажим пассы и мышц шеи все сзади переохлаждения что является показанием к массажу показанием к массажу ну прежде всего как бы социальные боли то есть боли в руках боли в шее боли в ногах также мой массаж показания к моему массажу служит такая задача как моделирование фигуры моделирование лица то есть подтяжка экспресс подтяжка то есть быстрое изменение фигуры где-то что-то нужно быстренько подтянуть то есть это можно несколько сеансов делать какие проблемы со здоровьем от которых часто открещиваются врачи по вашему опыту можно либо минимизировать либо вовсе убрать с помощью массажа ну вот как я как я говорю примерно примерно с теми же артритом а как у человека уже хотели резать а зачем резать что там резать там просто напряжение мышц было поциальные напряжения то есть а медики именно не могут не поставить диагноз и просто хотят резать мы полежим посмотрим то есть это как да вот именно вот эти случаи они мои то есть поциальные боли руки ноги шея как бы это все мое в вашей практике были случаи когда после курса массажа у человека отпала необходимость в операции либо медикаментозной терапии такие случаи есть как бы это достаточно распространенное потому что поциальные боли явление распространенное а очень мало медиков нет вообще понятия об этом как их решать как это что лечится то есть я могу здесь что сказать что западная медицина обратила внимание на роли спации в организме всего 2010 году я же занимаюсь традиционной китайской медициной и имеющие тысячелетнюю историю и поэтому у них опыт именно большой по решению именно вот этих последних проблем поделитесь примерами из практики какие проблемы со здоровьем помогли рыхать через массаж здесь я могу что вам сказать здесь в принципе просто идет просто два очень разных подхода и на западе уже давно моде естественная красота то есть то что человек добивается естественно методами уложения а вот эти все уколы и так далее у них это уже давно не модно и это уже не практикуется и здесь что можно сказать почему уколы так распространены они дают очень быстрый эффект то есть человек укололся и уже как бы что-то можно увидеть вот и человек поэтому и как бы это как эликсир бессмертный вроде бы улыбнул уже ты бессмертный но если эликсир на эликсира нету то как бы ты все время до ним бегаешь потому что человек получается попадает в зависимость от этих уколов а поскольку организм имеет свойство адаптировать к этим веществам то для того чтобы ему приходится или колоть чаще те же токсины или то есть организм имеет свойство привыкания и поэтому постоянно но на уколах нельзя сидеть то есть рано или поздно с уколом сходит и он обратится к естественным методам омоложения естественные методы омоложения действуют более медленно но зато верно потому что они имеют накопительный эффект и принципе там много не надо что я могу сказать тоже есть такие примеры когда люди занимаются самомассажем всего пять минут в день то есть они например вот женщина приходит на консультацию и все я говорю всего пять минут массирует ну а на банкой например как бы себя массирует то есть она просто в ванне когда принимает ванну она как бы пробежала по телу баночкой пять минут все один раз в день она пришла на консультацию и я сказал что я ей не нужно все что я могу сделать здесь все идеально все пять минут то есть также это то есть это насчет того что то есть это просто ежедневная работа пусть пять минут но это делается ежедневно а именно уколы они почему распространение потому что человек не занимается собой не занимается а только ему приспичило что нужно прочно выглядеть нормально и кидается вот у него деньги он как бы идет покупать и и корится и все но насколько это времени этого хватит и какой может быть и последствия между прочим а у естественного омоложения нет никаких отрицательных последствий человек становится здесь получается красота добивается за счет оздоровление оздоровление кожи оздоровление обменных процессов если говорить о коррекции фигуры о каких результатов можно достичь и может быть это альтернатива и допустим той же липосакции ну здесь все-таки задачи разные потому что и задачи разные то есть смотрите я как бы разделяю клиентов на три категории то есть легкие то есть кому надо 1-2 сеанса грубо говоря это подтянуть там что-то перед отпуском вот это небольшие там в пределах 5 сантиметров вот и когда человек как бы следит за собой ну то есть грубо говоря я это делю по весу если человек до 80 до 70 килограмм с ним как бы легче и легко работать если человек уже там 80-90 килограмм с ним уже как бы надо работать более курсовкой то есть минимум 10 сеансов вот ну и вот такие примеры были что когда человек за один сеанс теряет 10 сантиметров ну то есть больших объемов терять легче вот когда маленький там когда у тех 50 килограммов там каждые полкилограмма возможно приходится уже потрудиться чтобы отнять а когда там 90 килограммов там не знаю по 10 сантиметров ходят и вас правда ли что именно неправильная осанка один из факторов старения и если да то почему ну как мы разбивали что вот это то самое при наклоне головы то есть во первых постоянный наклон головы к чему ведет что нагрузка на нижние отделы позвоночника повышается как бы пирамида вот и грубо говоря повышается на сотни килограмм то есть мы позвоночнику даем повышенную нагрузку это раз во вторых при нарушениях осанки происходит зажим кровеносных сосудов и получается тоже а поскольку питание лица в основном идет через шею то есть других путей нету косметика это все равно не действует то мы сами себе ну то есть сосуды передавливаются и мы других путей нету питания крови вот и все поэтому получается оттуда старение лица мы приближаемся таким простым уровнем поэтому следить за осанкой очень важно и то есть там достаточно простые движения хотя бы побольше шею почаще назад расслаблять крутить то есть скидывать вот это самое движение так сложно и в принципе привычку ходить до своей осанкой до шеи то есть это не знаю проще выработать привычку чем потом и все последствия убирать многие говорят о том что если бы так все было просто все бы были стройные и красивые но на самом деле то что нет эффекта люди ленятся делать регулярно на ежедневной основе вот упражнения допустим для шеи для лица все здесь конечно основной эффект я почему говорю что всех этих систем идет накопитель если человек где-то пытается делать раз в неделю или так скажем два раза в неделю то особых результатов не будет то есть это нужно делать пусть понемногу но каждый день здесь и получается что все как бы весь нюанс в привычках то есть если мы вредными привычками так скажем себя гробим то полезными привычками мы себя вытягиваем и омолаживаем ничего здесь такого естественно нет то есть нужно просто посвятить время чтобы вот вырабатывать полезные привычки а как говорится на водоцене нужно тяжелое сделать привычным привычное легким а легкое красивым то есть привычки мы не замечаем когда мы что-то как-то делаем вот так если пусть мы этого не замечаем оно происходит автоматически так пусть они лучше эти привычки работают на нашу пользу чем нам во время можно ли себе навредить неправильно выполняя самомассаж лица дома самомассажем навредить себе как бы невозможно ничего здесь такого сложного нет гимнастика там немножко посложнее гимнастика для лица там как бы немножко посложнее то есть нужно как бы уже обникать во внимание самомассаж лица в любом случае в любом случае он полезен оздоравливается хотя бы он расслабляет уже даже просто положили ладони на лицо уже потому что основные претензии к тому же фейсбилдингу то что мы какие-то мышцы можем перенапрячь и какие-то перерасслабить и получим обратный эффект плюс если регулярно делать какие-то упражнения можно получить заломы вот это вот неправильно ну и конечно здесь как бы как и в тренажерке грамотных трениров нет как бы да и человеку так же нужно самому разбирать разбирание требуется время то есть а которого у нас обычно в жизни то и нет мы же хотим результатов мы хотим быстрый поэтому самые быстрые результаты можно получить просто от массажа профессионалов или от самомассажа то есть если мы будем заниматься сами то как бы именно самомассажем это будет намного проще фейсбилдинг сложно то есть можно накосячить А вот чем принципиально отличается фейсбилдинг от самомассажем? Самомассаж идет на расслабление Идет мы гармонизируем мышцы в основном как бы часто идет мышцы какие-то напряженные То есть если мы спасали зажимы идут то есть я работаю с теми же спасами на лице вот и убираю вот эти самые зажимы то есть расслабляю здесь же когда вы делаете гимнастику вы делаете напрягаете тонизируете и что именно тонизируете то есть мы же еще не научились управлять мышцами лица то есть очень мало людей кто именно умеет управлять медикой поэтому здесь сложнее фейсбилдинг вот и самомассаж намного проще Какие эстетические проблемы своим клиентам вы помогли решить и за какой период времени? Ну вот грубо говоря вчера я пришел к клиенту я не знаю достаточно было 10 минут работы чтобы человек просто расслабился то есть достаточно просто расслабления психологического естественно что то есть я просто так процесс провожу чтобы человек расслабился вот психологически естественно и работаю с лицом то есть достаточно было 10 минут все равно с огурки уходят потому что в основном вот эти морщины они имеют психологическую основу то есть так называемые маски человек привык вот обычно определенное эмоциональное состояние всегда отражается на лице есть такая поговорка что на душе то и на лице ну у русских вот и поэтому то есть наше эмоциональное состояние отражается на лице и проще контролируя свое эмоциональное состояние работать с этими смазками то есть например приучиться проще не фейсбукником заниматься а научиться работать с состояниями то есть не качать себе мышцы а например научиться вызывать улыбку то есть это будет намного полезнее намного приятнее для лица чем как бы фейсбукник и намного проще то есть просто вспоминая приятные образы приятные идеи мы расслабляемся и мышцы лица расслабляются и нам получается более и заломы уходят то есть морщины расслабляют то есть почему я говорю что морщины имеют лучше всего психологическую основу поэтому ей нужно обязательно научиться расслабляться поскольку все клиенты идут напряжение то есть первым моментом идет расслабление все это от музыкального фона это от работы то есть все делается мягко очень корректно и чекает и расслабляется все и вот это расслабление оно и помогает решать вот эти все вещи с какими запросами к вам можно обратиться в основном я работаю по четырем направлениям это получается спа программы ну то есть релаксирующие программы вот это уход за кожей второе направление это уход за кожей лица и тела третье направление это идет моделирование лица и тела и четвертое это работа с поциальными болями и трагерными точками ваш самый младший и самый старший пациент ну самый старший ну опять же на разных направлениях разные образца ну вот по моделированию тела могу сказать что самый старший это 65 лет и этот человек как бы кончило моделирование лица в смысле тела тем что после перерыва второй год будет начать новую жизнь как часто вы рекомендуете делать массаж нет смотрите массаж делается курсом а на месяц делается 10 сеансов да а поскольку организм имеет свойство привыкать потом делается обязательно месячный перерыв в идеале как бы ну конечно в идеале чтобы человек там хотя бы через месяц как пришел ну это уже по факту ну вот вообще достаточно будет все таки вот я говорю как вот на западе такая мода чтобы человек хотя бы раз в неделю появлялся то есть 4 сеанса в месяц как бы это нормально для того чтобы его поддерживать для того чтобы поддерживать форму в хорошем состоянии и физическую и эмоциональную как улучшается качество жизни после курса массажа ну качество во-первых массаж это не просто механического действия это энергообмен соответственно идет наполнение человека энергией он уже начинает думать по-другому расслабляется начинает работать головой я говорю и происходит изменение в жизни один вот человек у меня уходит на другую работу переезжает в другой город вот вот я говорю одна клиент уехала в 65 лет в другой город изменила новую жизнь сделала вот то есть это как бы идет толчок то есть я хочу через изменение тела запустить изменение в жизни человека то есть то есть подтолкнуть его к изменениям спасибо Максим о том какие физические и эстетические проблемы можно решить с помощью массажа говорили мы сегодня с нами на связи был массажист косметолог Максим Наделяев если у вас есть личные вопросы к нашему эксперту вы можете их оставить перейдя по активным ссылкам в описании желаем вам всего доброго и до новых встреч